Всем привет, ребята! С вами снова я, Маша, и добро пожаловать в новую распаковку с Wildberries и Ozon. Да, я заболела. Я думаю, вы в курсе. Если вы не в курсе, то, ребята, я думаю, это все прекрасно слышно. Но мне стало лучше. Это значит, что я могу продолжить для вас снимать видео, но с немножко измененным голосом. Так что, сори. Сегодня нас ждет просто шикарная, величайшая распаковка. Все потому, что товаров очень-очень много. Здесь товары в буквальном смысле для всех. Для меня, наверное, больше подарочки, потому что скоро 8 марта, как бы уже пора начинать, так сказать, радовать себя и закупаться подарками к 8 марта. Ну, вы сейчас все по ходу видео поймете. Также у меня есть подарок для оператора, которым он ничего не знает. Ну, в принципе, давайте уже начинать. Поехали. И начну я, пожалуй, с большого подарочка для себя. Со шмоточек. Вы знаете, что я очень люблю шмоточки покупать всякие разные. Собственно, вот. Такой огромный пакет меня ждет. Здесь у меня вещи от бренда Joy Lo. Помните, я где-то в ноябре заказывала у них худи, платье и джоггеры. Это было просто наипрекраснейшее качество. Ничего не полиняло, ничего не выстиралось. То есть, платье идеально на меня село. Короче, я решила повторить. Тем более, у них такие, знаете, базовые вещи, которые всегда абсолютно актуальны. Когда бы ты их не купил, когда бы ты их не одел, всегда будет в точку. И я очень сильно хотела у них заказать костюмы. Я даже в прошлой распаковке тогда рассказывала, что я очень хотела купить костюм и платье черное. И вот эти хотелки я осуществила. Кто не знает, бренд Joy Lo. Это российский бренд с собственным производством. Здесь у меня платье. Начну, наверное, с костюмов, потому что я заказала два костюма. А платье-то все-таки я купила, знаете, себе как вариант того, что я на 8 марта планирую одеть. Вот, три вещички. Начнем с темного костюма. Сразу хочу сказать, что у Joy Lo есть несколько вариантов костюмов. Это свитшот плюс брюки, это толстовка плюс брюки. В общем, переходите просто на сайт, смотрите, выбирайте. Я заказала именно тот костюм, о котором я очень сильно мечтала. Это свитшот, то есть он без капюшончика, такой свободный, летящий. И брюки прямого кроя, такие тоже достаточно свободные. В общем, все, как я люблю. Я выбрала серый цвет и белый. Там есть еще черный, бежевый и, по-моему, еще какой-то. Ну, зайдете, посмотрите. О, я уже вижу какой-то шикарный цвет. И, как видите, он такой, знаете, достаточно темный. Такой мокрый-мокрый-мокрый айсвальт, но при этом оттенок очень благородный. Ткани очень качественные. И это все выполнено из футера. Из футера, боже мой. Куда ставить ударение, ребята? У меня с этим проблемы. И что прикольно, этот футер, он идет не с теплым начесом. Тройная нитка, по-моему, называется. В общем, он и теплый, и в то же время днем будет не жарко в ближайшие весенние деньки. У меня это размер LXL. Также там есть, конечно же, другие размерчики. Также у нас есть такая вот брендированная этикетка, на которой размер указан, на которой также указан состав. А состав у нас следующий 80% хлопок, 20% полиэстер. За счет чего костюм будет хорошо держать форму, там, вытягиваться не будет. Это все в таком духе. Также на этикетке есть все рекомендации по уходу, которые, конечно же, стоит соблюдать. Что мы имеем по свитшоту? У него непростой такой силуэт. Во-первых, у него спинка немножко удлинена, что я просто обожаю. Также по бокам у него есть такие вот разрезики. Теперь смотрим, что по брючкам. Божечки, я просто сейчас держу все, что можно. Там крестики, нолики, кулачки. И зубки зажимаю, чтобы они мне подошли подлиннее. Потому что, как вы знаете, для меня это всегда трабула. У брюк у нас есть вот такая вот хорошая резиночка. Такой вот поясочек. Очень хорошо все прошито. Швы идеальные. Этикетка фирменная Джой Ло. И что самое главное, у брюк имеются карманы. Давайте смотреть, как у нас здесь идут швы снизу. Тут, как видите, все идеально прострочено. Идеальные швы. Так что первые впечатления от костюма, конечно же, только положительные. Как я и говорила ранее, у меня уже есть вещи от бренда Джой Ло. И они черные. И хочу повториться то, что они не растянулись. Не полиняли. Не появились какие-то катышки. Хотя в худи я зимой перед Новым годом гоняла очень часто. Особенно по магазинам. Ну, в общем, юзала ее постоянно. Она сейчас висит у меня просто как новая. С серым костюмчиком, в принципе, все понятно. Мне он очень понравился. Буду в нем ходить сейчас, когда начнется вот эта вот вся грязь. Вроде бы весна, 8 марта, да. Но у нас, правда, прохладно пока что. И грязи-то нету. Минус на улице. Но ничего. Скоро это все начнется. И вот, отличный вариант на это время будет. Кстати говоря, такие костюмчики. Отличный вариант, мне кажется, в подарок. В себе, маме там или подруге, по-моему, в самый раз. Но длина у этих блюк просто нереальная. Посмотрите. Они лежат. Они лежат на земле. Прямо как я и люблю. Ну, то есть, они не прям что супер длинные. Но они то, что нужно на мой 172. Просто идеально. И у них такая классная клеш. Прям тренд-тренд. Теперь переходим к белому костюмчику. Боже, ну он идеально белый. Ребята, я его даже трогать боюсь. Мне кажется, мы просто своими ручонками сейчас замараем. Костюм заказывала также в таком же размере. Эликс Эль. Но, кстати, хочу сказать, что он выглядит настолько объемно, что если вы не хотите супер-пупер-мека оверсайз, то, возможно, нужно брать прям совсем размер в размер. Лучше ориентируйтесь на размерную сетку. Боже, он выглядит очень нарядно. Все-таки, согласитесь, белый цвет всегда выглядит очень нарядно. Белый это выглядит так, словно я собралась как минимум слушать Чайковского. Есть подозрение, что в одной из прошлых жизней я точно была какая-то мадемуазель, которая сидела и слушала Чайковского, что мне это так нравится, мне это так успокаивает, вот прям то, что нужно. Но мы вернемся все-таки к костюму. Пыли действительно очень нарядно. Также здесь такая же есть фирменная этикетка, фирменная бирочка Джойло. Здесь также прописан размер, рекомендации по уходу, состав, он идентичен с предыдущим костюмом, потому что это та же модель. Также здесь идет такой же футер. Приятно, я обожаю такой, еще такой любит очень сильный футер-оператор. Ждем костюмы мужские. По бокам у нас здесь идут такие же разрезики. Также спинка немножко удлинена. По швам здесь также все идеально. Манжеты очень хорошо пришиты, зацените как. В общем, качество реально топовое. За такие деньги на Wildberries практически нереально что-то найти хорошее. Я-то знаю, ребят, вы видите сами, сколько всего я на ВП заказываю, в том числе и из одежды. Качество как будто вот сама для себя реально сшила. Идеально, не придраться ни к чему. И теперь смотрим на брючки. Здесь такая же резинка. Также есть этикеточка Джойло. Кармашки. Огонь, конечно. У костюма достаточно длинные рукава. Хотелось бы мне это отметить. Все просто, как я люблю. Смотрите, можно сделать вот так. Ладонь будет прикрыта. По поводу длинных брюк я вам уже говорила. С белым костюмом все точно так же. Они идеально длинные, боже. Они идеально прямые, широкие. Просто кайф. Единственное но. Немножко все-таки просвечивают карманы. Но в целом в костюме этого не видно. То есть за счет длины свитшота, то что карманы немножечко просвечивают, это незаметно. Так что мы не будем это засчитывать как за минус. Ставлю обоим костюмом 10 из 10. Мне все очень понравилось. У них нереально комфортно. Я, честно, не хочу снимать, потому что очень в нем кайфово, вайбово. Хочется просто в нем остаться и, так сказать, жить. Ну и от базовых вещей, которые можно носить каждый-каждый день, переходим к вещи более нарядной, к платью. Это платье я также хотела еще и осенью. Помните, я вам рассказывала. Я вам точно это рассказывала. Но в прошлый раз я купила белое платье. Оно шикарное. Просто в нем такая леди. Наконец-таки решилась на это черное. Оно идет не длины макси, а вроде как длина у него до колена. Очень надеюсь, что я в него влезу. Потому что я заболела и во время болезни я немножко разжирела. Ой, какая ткань лоснящаяся, божечки. Ой, ребят. Самое главное, это маленькое черное платье. В пределах разумного маленькое. С квадратным вырезом. И с объемными вот такими вот рукавами-фонариками. Это просто мое. Я такое очень люблю. Давайте посмотрим, как у него обработаны все швы. Вот, допустим, подол юбки. Видите, все прошито очень хорошо. Также у данного изделия есть замок. Давайте посмотрим, как его вшили. Он еще и скрытый, ребята. Вот так хорошо открывается. Собачка очень хорошо ходит. И знаете, что самое прикольное? Что это платье вроде бы такое и нарядное. Все его можно надеть куда-нибудь в ресторан. Куда-нибудь действительно пойти. И послушать Чайковского. Но в то же время оно ни к чему не обязывает. И его можно надеть на прогулочку весеннюю. Летом можно куда-нибудь выйти в нем погулять. Самое главное, знаете, подобрать аксессуары. Как говорится, и в пир, и в мир. В этом и секрет черного платья. Также здесь есть этикетка бренда Joy Low. Указан размер. У меня платье в размере 48. Это Элька. Балдеж. У него даже рукава, смотрите, здесь как хорошо обработаны. Ну что ж, можно сказать, что у меня подарки на 8 марта уже само для себя готовы. Костюмы, платья, что еще можно желать. Ну а вы можете выбрать подобные изделия от бренда Joy Low в подарок кому-нибудь из своих близких. Мама, бабушка, подруга. Самой себе. Самое главное, заказать подарок себе, девочки. Так что с удовольствием вам рекомендую вещи данного бренда. Они все очень качественные. Я в этом уже убедилась несколько раз. И что самое главное, это, так скажем, модная база, которая всегда остается актуальной. Все это не выйдет из мода. Ну потому что, ну е-мое, это база. Это база. Ссылочку на бренд Joy Low на Wildberries я оставлю для вас в описании. Так что переходите, смотрите, пишите в комментариях, какой товар от этого бренда вы в итоге себе заказали или хотите заказать. А мы переходим к следующему пакетику. И внимание, этот пакетик очень большой. Вы знаете, очень много вещей, но они достаточно мелкие. Покажу, наверное, то, что я заказала точно на подарок. Я вам сказала сразу, что у меня много чего на подарок. Это уже подарок не мне. Потому что у меня такие тапочки уже есть. Я в них хожу, они выглядят уже достаточно плохо. Просто посмотрите, где вы еще увидите поношенные тапочки мои. Короче говоря, они мне так понравились, что я решила заказать такие же в подарок. Они очень мягкие, они не скользят, они не воняют. Это очень важно, потому что в некоторых тапочках за счет каких-то синтетических изделий, за счет какой-то ткани, не такой нога начинает вонять. У меня такое было. Вот в этих я хожу с голой ногой, они пахнут просто... Ах, шикарно. Ничего. Я также заказала эти тапочки в размере 43-44, но по факту они подходят на 39. На мой 40-й они прям тютелька в тютельку. Какие няшечки, какие хорошенькие. Тапочки со смайлами меня покорили. А еще мне написали, что оказывается это закос на чей-то мерч. Ребят, я не шарю, просто такие в тапочке видела Pinterest, но я не знала, что ты мерешь какого-то блогера. Я все жду, когда такие тапочки появятся. Либо черные сами по себе и с желтыми смайликами, либо белые с желтыми смайликами. Я хочу их себе заказать. Но они мне очень нравятся, ребята. Они стоят 850 рублей. У них вот такая приятная резиновая подошва. В них реально комфортно ходить. Одним словом, чудо. О, ребята, это жесть. Я заказала накладную попу. Я решила эту накладную попу именно в этой распаковке с вами примерить. Потому что, думаю, у меня как раз там есть костюмчик белый. Все, погнали. Такая попа была черного цвета и бежевого. Я заказала бежевую. Потому что, думаю, ну вдруг что-то светлое одевать. Кто не в курсе, что такое накладная попа. Это какие-то труханы, как бы с пушапом, как лифчик. Которые, как бы, приподнимают тебе попу. Если ты вот не успела накачать ее, и у тебя не появился тот самый орех, о котором ты мечтала. То вот эта вещь должна тебе помочь. А, кстати, это не я распаковала. Мне так пришло. Кто-то, видимо, в пункте выдачи решил посмотреть, что такая накладная задница. Оп. Я заказала размер XL. Ну, надеюсь, она у меня не будет большая. Кстати, у этой накладной попы очень много отзывов. Я ее купила где-то плюс-минус за 700 рублей. Там за 600 с чем-то. Ну, почти за 700. Итак, что мы имеем? Вот такую вот пояс-резинку. Достаточно плотную. Спереди это все выглядит, как дышащие трусики. Видите, здесь даже есть, как бы, такие маленькие дырочки. Как бы она все пропускает воздух, чтобы пусть она тусе дышала. И с обратной стороны как раз-таки идет вот та самая накладка. Слушайте, я думаю, основной все-таки фигурант плотности будет сверху, как я представляла по фотографии. Что-то на этом. Но по факту она вот здесь. А зачем? У меня вот там нормально все. Вот мне как бы вот хочется попу кверху поднять мою иногда. И тут у меня такой бугорок еще будет дополнительный трэш. Давай все взяли. Нелогично. Знаете, с какими-нибудь джинсиками, которые слинки. Прямо одеть и такой S прям вообще. Самое главное, что мой МЧ не разочаруется. Я представляю, ты идешь на свидание. Парень такой... А потом по факту... Снимай, это там просто... Я бы, будучи парнем, наверное, напугалась. Я бы прожила, конечно, но я бы напугалась. Что в голове у тебя? Ты что, дурак, что ли? Кстати, смотрите, здесь есть рекомендации по уходу. Указан размер, все дела. А то я только трясу эту штуку и все. Запоминаем до, как это все выглядит. И сейчас я одену эти трусы попу и будет после. Сзади все выглядит вот как-то так. Надеюсь, вы готовы. Не знаю, зачем там инстасамка себе попу увеличила, когда можно просто купить трусы. Туси-пуси на джуси. Мои мани на туси. Туси-пуси-пуси. Есть вероятность того, что с утягивающей одеждой, с джинсами, будет смотреться лучше. Какие-то холмы получились. Короче, заметно, что S у вас фейковый. Обязательно одену какие-нибудь джинсы утягивающие или леггинсы и сфоткаю тоже до и после. Выложу результат в Телеграме. Не то, чтобы вас кто-то разоблачит где-то. Вы сами себя уже разоблачили. Что это такое? Далее. Помните, я все скупала набор для самообороны? Я еще заказала. Они еще не пришли. В скором времени будут. Но зато пришли. One, two, three. По-моему, где-то там еще должен быть. Но это не точно. Короче, это перцовые баллончики. Я тут некоторые даже, скорее всего, заказала в подарок. Потому что защита, забота о человеке. Ну, понимаете? Типа, подарок на 8 марта. Слушайте, очень полезный. Вот не дай бог, да? Но вдруг жизнь спасет. Короче, эти какие-то китайские. Я еще заказала наши, российские. Но они еще пока что не пришли. Боец заказал, еще не приехал. Начнем, пожалуй, с Полис. Со жгучим перцем. Заказала и поменьше, и побольше. Я так полагаю, что это правда прям Китай лютый. Но они не самые дешевые, кстати, были. Слушай, а ты думаешь, он плохой? Made in USA, представляете? Ну, мне кажется, это Китай какой-то. Здесь 110 миллилитров. Здесь вот такой вот пульверизатор. Страшно на него смотреть. Есть защита. То есть ты по факту нажимаешь вот сюда. Вот на красную кнопку. Конечно, тестировать мы сейчас не будем. Но баллончик прям большой. Знаете, в какой-нибудь рюкзак положить. Явно не в дамскую сумку. Следующий поменьше. Made in USA. То, что коперчик нарисован. Но баллончик красивый, согласитесь. Такой немножечко Пинтерест. Я ненавижу Пинтерест. И дальше, я не знаю, в чем разница этого от этого. Но это, по-моему, та же фирма. Тот же бренд. PC 007. Content in the Aerozol. А, есть же струйные баллончики. А есть аэрозольные. То есть струйные, они стреляют вот так вот струей. И тебе нужно постараться попасть именно, допустим, в цель. А есть аэрозольные, которые как бы стреляют облачком. У них дальность меньше. То есть струйный, он, допустим, на 3 метра может пульнуть. А тот, который аэрозольный, стреляет облачком, его дальность действия максимум метр. Вот в чем разница может быть еще у перцовых баллончиков. Здесь тоже 60 миллилитров. А вот, кстати, ребят, и один боец подъехал. Перцовый, струйный. Вот так вот все, кстати, запаковано. Хорошо, в отличие от тех. О, прям родной. У нас такой же есть или был. Итак, это боец струйный. У него высокий расход, ветроустойчивость, морозостойкость до 20 градусов, концентрация написана, расход, работа, выброс, максимальная эффективность. Видите, от 1 до 1,5 метров. А вот эти мы можем рекомендовать. Это точно 100% протестированный, а с материалом часто делали. Да. Ну вот, нарисована собака, злая, волк и вор. Что делать? Нужно либо вот так вот, либо треугольник рисовать ему на лице. Есть аэрозольный, есть аэрозольно-струйный, есть струйный гелевый, есть аэрозольный с другим расходом. Тут 20 грамм в секунду, тут 10 грамм в секунду. Есть струйный и есть струйный пенный. Вот струйный пенный я ни разу не видела. Вот с таким баллончиком, мне не страшно было гулять по поселку. Вы так удивляетесь, мы еще ни разу собак не прыскали. Да в городе собаки нападают, это же вообще жесть. У нас тут было много раз такие ситуации, что стаи прибиваются в поселки. Иначе... Забегают в поселок. Да, поселок закрытый, да. Ну, лес, собака везде найдет вход И, короче, забегали целые стаи собак Нападали, у нас на детей здесь нападали На людей нападали Поэтому это невыдуманная история И мне страшно было гулять в поселке Без персового баллончика Бог его знает, что будет за углом Откуда какая собака У нас лисы тут бегают с бешенством А бережет его бег? Бог бережет По самозащите все Теперь давайте на бьюти перейдем, ребята Я так это хотела По-моему, был момент вырезан из шоппинга в Золотом Яблоке Про то, что я заказала такую косметичку Ну вот, для вас сюрприз Короче, это косметичка от 7 Days Во-первых, я ее заказала ради самой себя Ну, то есть ради косметички Она просто шикарная И она не пустая Здесь должна быть палетка теней И какие-то еще два продукта, я не помню Она бархатная, написано 7 Days Би-колор, это их, я так понимаю Либо под бренд, либо линейка отдельная Не знаю, кто шарит, напишите Би-колор, это что для 7 Days Косметичка выглядит шикарно Я купила этот набор плюс-минус где-то за 800 рублей Что очень дешево В магазинах он стоит где-то минимум 1200, а то и дороже На ВВ самая приятная цена Теперь открываем Оооо Здесь мы получаем Боже Роскошество Да-да-да, вот что я очень сильно хотела Это хайлайтер для лица и тела В оттенке 01 Brighter Star Чтобы вы понимали, один такой хайлайтер на ВВ стоит 600 рублей Косметичка 700 с чем-то Видите, здесь такое зеркало Сейчас все откроем, посмотрим Ооо, крутяк Это хайлайтер А, это вот нужно снять наклеечку Так, опа Липкий слой не остался, обалдеть О боже, ребята И здесь такая пуховка Мы сейчас все с вами затестируем Ой, ой Ой-ой-ой, ребят Ой-ой-ой-юшка Очень нежный блеск Посмотрите Частицы сверкающие Они прям микро Они прям супер мини Не видно, да? Все-таки я думаю, это больше для тела подойдет Но для лица Возможно, для каких-то деликатных участков Как кончик моего носа Будет в самый раз Мне нравится Я хотела, я очень хотела Этот хайлайтер еще со времен Как мы были с вами в магнит-косметике Он-то был вообще дорогой О, смотрите-ка, что Палетка даже запакована в такой пакет отдельно Вот это роскошество Вот по-любому вы сейчас все это разберете После того, как я вам это все показала Дальше у нас здесь идет универсальное средство Которое называется Мерцающая помада для губ Но вообще я видела, что Данный продукт используют не только как помаду Потому что для помады такая интересная, конечно же, формула А используют все как хайлайтер Ну что, друзья, открываем Такая очень красивая голубая упаковка И внимание Я еще это все не видела вживую Только на картинках Слушайте, они так мерцают Так все переливается У данной помады У меня даже не поворачивается язык Назвать это помадой Но эта помада У нее такой легкий фиолетово-голубой перелив Очень красивый Давайте сделаем сводч Ой, она такая, знаете, прям жирненькая По текстуре прям бальзам Не хочется нанести это на губы Я, наверное, это сделаю Что меня остановит Ну что, ребят, вот что получилось Я нанесла эту помаду Переливаю шикарную На просто свой макияж губ И вот что вышло Шикарно Мне тоже кажется очень круто Это идеальное сочетание Выбрать какой-нибудь классный Матовый карандаш И сверху нанести Вот эту сияющую помаду Вообще Комбо На все времена Ставлю лайк И теперь смотрим На палетку теней Здесь должно быть Девять цветов Но палетка, честно Меня не очень радует По цветам уже Я просто помню Какие они здесь должны быть Но меня радует упаковка Этой палетки Та-дам Да, ребята, она зеленая Мы ее с вами смотрели В магнит косметика Я такая говорю Ну, это палетка в пролете И в итоге заказываю Набор с этой палеткой Та-дам Что у нас здесь есть? Металлики И также матовые тени Давайте сделаем сводчики Слушайте, ну цвета прям шикарные Мне очень нравится Как они сочетаются С моей полузагорелой кожей И смотрится Это реально все круто Надеюсь, что Я ни на что уже не надеюсь Хотела сказать, что я надеюсь Что у меня получится Сделать ими крутой макияж Но сколько бы раз Не делала голубой макияж И получается просто Какая-то Извините меня Баба Фрося Которая торгует молоком Цвета шикарные Очень классно все переливается Металлики Вау Просто бомба Я поняла Тени от Seven Days Для меня One Love Короче, дешевле выходит Магнит косметик Как бы я не любила Магнит косметик Я его очень люблю И его уважаю Но когда можно купить Что-то подешевле Почему бы не купить Что-то подешевле Там эта палетка Одна стоит 1000 рублей А здесь я за 800 рублей Вот все купила Я наконец-таки Купила зажимы для волос Они называются Парикмахерские Вроде бы как Они называются Крокодилы Я выбирала между Классическими черными И вот такими Вот черно-фиолетовыми Решила взять поярче Мне они Наконец-таки Пришли Что-то долго Я их очень ждала Для того, чтобы Убирать волосы Во-первых, когда я умываюсь Очень сильно Мне хотелось их Потому что Мне вот эти повязки На голову уже надоели Честное слово И для того, чтобы Делать макияж Я их взяла Ой, что-то она уже Все скрипит На эти зажимы Ой, как Шикарно Я уже хочу делать макияж Потому что у меня Вечно проблема Куда деть волосы Когда я снимаю Для вас макияжное видео Где я тестирую Какую-либо косметику Мне не нравится Как на мне сидят ободки Но при этом Как бы волосы хочется убрать Я часто просто сижу С распущенными волосами Это дико неудобно 7 штук Такое интересное число Я их хотела Разложить попарно Типа 2 пары положить в ванной Чтобы умываться 2 пары кинуть На косметический стол И все остальное Убрать куда-либо Для съемок Ну ладно Одна запасная Одна запасная будет Окей Мне понравились Качество хорошее И я рада Что я не взяла Просто черный Как-то они вот Настроение поднимают Следующая тоже Немножко бьюти тема Как вы знаете Я очень люблю Тканевые резинки Наверное есть какое-то название Но это просто резинки Из ткани И я решила взять Такие нарядные Для каких-либо Причесок Потому что ну весна Как минимум Я сейчас буду делать хвосты И вот специально взяла Такую шикарную резинку Обалдеть ребят За такие деньги Такое качество Тут так много ткани Она такая прям объемная Слушайте Ну зачет Это конечно не шелк Но очень приятная Такая струящаяся ткань И мне нравится Что ткани много Что резинка выглядит дорого 200 рублей вообще Ставлю ей 10 из 10 И вторая резинка Уже черного цвета Я не помню Один это продавец Или два Но судя по упаковке Это разные продавцы И здесь она уже у нас Черного цвета И здесь абсолютно Другая ткань Она более тонкая Я думаю Она будет зацепляться сильнее Она прям тоненькая Тоненькая Но ткани здесь тоже много Я наверное Вот у этого продавца Еще поищу черную резинку В целом Мне они обе понравились Но если выбирать То белая лучше Та-дам Как вы думаете Что это? Это для загара Ага А это что? А это тоже Я заказала рукавички Для загара Потому что моя рукавичка Для загара Уже в очень плохом состоянии Вот эта была Подешевле И она просто черная Ну хорошо сделана Здесь у нас такая Бархатная ткань Куда ты наносишь Средство Либо наносишь Средство сначала на тело Потом размазываешь Очень приятно И автозагар Должен ложиться Ровно Кстати без рукавички Вообще не стоит Наносить автозагар Ну нормально Обычная рукавичка Она конечно не самая Шикарная В принципе норм Внутри у нее есть Вот такая вот вставка Которая защищает Самое главное Твои ладони От попадения Автозагара на них Потому что потом Его очень сложно Оттуда вывести Я-то знаю И есть вот такая петелька Чтобы можно было Ее подвесить Если это такая No name Можно сказать Да рукавичка То вот эта рукавичка Уже name Итак Это у нас бренд Который называется Mine 10 body skin Я ее урвала По какой-то Нереально низкой цене В общем Это очень популярно У девочек в сети С картинками Красивыми И этот бренд На Wildberries Дешевле чем на Азоне Короче я купила Что-то рублей за 400 А на Азоне Она стоит больше 1000 И это оригинал Я в шоке Мне очень нравится Цвет этой рукавички Он такой веселенький Фиолетовенький И что самое прикольное У меня впервые Рукавичка для загара С отделом под палец Это похоже на варежку Для готовки В принципе Короче если ее покупать За 1000 рублей То смысла нет Если вы ее найдете Как я за 400 То хорошая Тут у нее конечно Крутость в том Что она яркая Ой как удобно Реально для пальца Так удобно У меня правда не было Рукавички для загара С отделом под палец Смотрите брендированная Вся Майнтен Слушайте ну я ее Оставлю прям 10 из 10 И конечно же Я не смогла пройти Мимо автозагара Это тоже бренд Майнтен У них оказывается У них оказывается Есть очень много Автозагаров Там типа Бразильский орех Для спортсменов Знаете Которые вот выходят Показывают Вот это вот все Оп Оп Там специально Для них есть автозагар Который очень быстро Проявляется Есть экспресс Автозагары В общем Если вы интересуетесь Автозагарами Загуглите этот бренд И вы сразу все поймете О чем я Глаза у меня Реально разбежались Но меня привлек Внимание Увлажняющий Автозагар С кокосом 2265 рублей Опять-таки На Джоне Я не знаю почему Но там дороже Ура Он целый Ничего нигде не пролилось И меня это конечно же радует Это у нас мус Для моментального загара Я стараюсь всегда Выбирать мус Ни спрей Ни лосьон Мне удобнее Именно с ним работать Короче Просто все выдавливаем Размазываем И 8-16 часов Не моемся То есть на ночь Это все делается И здесь показано Какой оттенок мы получаем Через час Через 2 часа И через 3 часа Конечно же Все зависит от Типа и цвета Вашей кожи Чем темнее вы сами Тем темнее будет Ваш оттенок Загара полученный Здесь смотрите И кокосовая вода И авокадо бол Просто что-то нереальное Знаете собрали Все что любит Эстетик гел Интересно он будет Коричневый или белый Коричневый или белый Ты ставишь Белый Тоже думаю белый Блин не угадали Офигеть он такой темный Он пахнет прям Кокосовой водой Понюхай Вот прям молочком Прям супчик знаете Такой Который на кокосовом молоке Ну что ж Буду тестировать Потом вам расскажу Что как это Зашло не зашло Мне тем более уже скоро Как раз таки Надо будет обновлять Загар все дела Но за упаковку Я могу смело поставить лайк Все пришло в целости И сохранности Вот в такой коробочке Так что это клево И наконец таки Товары для дома А то что все для себя Да для себя Лейка Мы просто угораем По этим лейкам Из тиктока То у нас была Со светом музыкой Кстати она уже сломалась И вот я решила Заказать лейку Которая наверное Была у всех Которая вот так вот Вихрь делает Помните она в тиктоке Вирусилась Думала Господи Кто эти люди Кто покупает эти лейки Это лейка С пропеллером Обновленная Купила я ее Очень дешево За 389 рублей Я ее взяла В розовом цвете Именно пропеллер Должен быть в розовом цвете Потому что она не розовая Какая-то фиолетовая Что самое прикольное Что здесь есть Переключатели какие-то Три каких-то режима По сути через пропеллер Идет вода вот сюда И все Ну сразу слышно Качественный продукт С Wildberries все Чтобы вы понимали Вся эта коробка Была забита Кстати пишите в комментариях У вас платные пакеты Wildberries Или бесплатные У нас платные Но сейчас будет Шок контент Это не озон Это авито Спасибо Мне Денис подарил Косметичку Которую я очень хотела Если что Это косметичка Под мой Стайлер Дайсон Боже Какая она большая Скажите вы себе Уже такую хотите Смотрите Какой бантик Ручная работа Ой какая прелесть Ребята Она балдежная Она такая плотная Купишь мне еще Она очень классная Итак Это Махер Если вы сидите В телеграме Следите за Какими-нибудь Эстетик гел Не за мной Потому что у нее Такой косметички Не было Знаете Которые скупают Масочки Дарлинг Пять штук Их обязательно Должна быть Косметичка Подобного формата Она как правило Бежевая Белая Или розовая Такая нюдовая И я так смотрела На эти косметички И понимала Что я тоже Такую хочу Она так Форму держит Клево Вообще В общем Поюзаю Посмотрю Если что Уже хочу Вторую такую У меня фиолетовый Махер Зеленая Вот такая Вот классная Молния И внутри Подклад Зеленый Все смотрится ярко Мило Эстетично Насколько это возможно Еще все в таком пакетике Просто 100 из 10 Спасибо Это лучший подарок А это подарок для тебя Дизел Не знаю Понравится ему или нет Но мы посмотрим Короче Денису нужна сумка Но он ходит с бананками А это сумка моя? Да Я слушаю Ну я что виновата Короче Он ходит с бананками Но нету нормальных бананок Не у Томи Хилла Фегри Они там все тканевые Но не у Это какого-то Мармани Какой-нибудь Эксчендж Там Ничего нету Либо они есть Но у них Очень короткий ремень И на нестандартного оператора Этот ремень Достаточно мал Не одевается на куртку Я подумала Может быть Денис с бананкой Перейдет на Вот такую сумку Это дизель Дизель сейчас в тренде Вот и все Давайте посмотрим Это ж такое не знаю Да Денис дизель Ты что? Как ее запарковать обратно? Свободная касса Вот так вот А что Она не затягивается? Не открывай Не открывай Тебе не нравится она? Все ребят Мой подарок Отвергли Отвергли Ну кому-нибудь из вас Зато повезет Я ее верну Вы ее купите Слушай Она такая качественная Капец Такая еще была В цветахаки Ребят Смотрите Здесь дизель написано Сюда всех должны были положить Как в том Михаил Фейкер Фирменные собачки Дизель написано Дизель Ну все Денис Сейчас все гоняются за дизелем Я можно сказать Урвала А ты отказываешься Я как же померю Это нужно Смотри Вот так вот Ремень Вот здесь Карабин идет Нужно ремень Подсобрать И вот так вот носить С обратной стороны Есть такой вот карман В котором опять-таки Лежит пакет Ну ладно Я как бы Я понимала Что такое может быть И когда я получала В пункте выдать Я уже поняла Что Денису не понравится Что она слишком Для него большая Ребят Кому надо Ссылку потом оставлю На эту сумку Я постараюсь вернуть Я знаю Что кто-то из вас Точно такую хочет Потому что дизель Это тренд Окей Летс гоу Как говорится Здесь у меня два подарка Один как бы И мне И Денису Я не знаю Кому подойдет Может вообще никому не подойдет Это Томми Хилфейгер Это Свитшот Который я увидела И влюбилась За такие деньги Вообще Томми Хилфейгер Итак друзья Представляю вашему вниманию Свитшот Томми Джинс Размера XXL Это мужская коллекция Вася Какая красота Он такой плотный Я его сама хочу померить И тебе хочу дать померить Это 100% оригинал Просто реально появился Отзыв о том Что не похож на оригинал Короче говоря Мы в Томми Бываем достаточно часто И я там часто Что-то ищу Потому что я люблю Достаточно этот бренд Но не всегда Там находятся вещи Которые меня устраивают По цене В общем Все худи Которые у них есть Свитшот Они такого качества Все вроде хорошо сшито Вот Идеальные швы Все прекрасно Только он стоит 5000 рублей Имейте ввиду Мне понравился принт Томми И такая как бы карта Томми Джинс В целом классно Здесь есть вот такой вот значок Томми Джинс С обратной стороны Под горловиной Тоже написано Томми Джинс В основном в 1985 году Но я примерю конечно И Денис его постарается Примерить Он очень тяжелый Такой очень объемный В целом по качеству вообще нареканий нету Ой-ой-ой Девочки Мальчики Что нас тут ждет Это мать ее Виктория Сикрет Это заказ Ламоды И вот Наконец-таки Я дождалась Бомшелл Но это не классическая версия Бомшелл Пэшн Бомшелл Пэшн Цена 6499 А я купила за 3900 Ну вот что скидка была Это вот прям как стояло В магазине Виктория Сикрет Где-то в Москве Или в Питере Так все Ламоды Так хоп себе И продает Я так думаю Ну давайте открывать Здесь 100 миллилитров Ребят ну выльет круто да Как неожиданно И приятно Очень большая Надеюсь Аромат меня порадует Потому что у меня был Классический бомшелл Ой такой сладкий Но мне нравится Этот бомшелл Он слаще Чем классический Классический уже закончился Его даже на ламоде нет Чем мне нравится Виктория Сикрет Как вы знаете Я балдею с аромата Байреда Блайш Я вам 100 раз буду говорить Что для меня он Самый топовый Потому что мне нравится Этот аромат чистоты А у Виктории Сикрет Во многих парфюмах Есть вот эта вот нотка Какого-то порошка Что меня очень сильно привлекает И бомшелл аромат Он как раз таки такой Он цветочный сладкий В то же время там Есть вот какая-то Одушка вот этого вот Чистого порошка Кайфа Да Ну-ка попрыскай Я как раз все не без парфюма Ой, класс Слушай, такой большой бутылек Я даже не рассчитывала Я думала, тут будет меньше миллилитров Вот такая вот красивая упаковочка Здесь такая лента классная Написано Виктория Сикрет Все дела Подарок на 8 марта Плюс еще один в копилку Рада ли я? Очень сильно Да, у меня заказов в сезоне тоже много Помните, я вам обещала Что в каждом видео Буду стараться пробовать Какие-то вкусняшки Обещала, обещала И что? Забудила об этом И вот на Азоне я нашла Очень крутую штуку Которую хочу с вами пропробовать Это Внимание Вы никогда, наверное, такого даже не слышали Но я первый раз такое увидела Вафли Орео Та-дам Та-дам Как видите, это сразу два вкуса Шока ваниль И дабл шока Страна производства данного Орео Инденези Что, конечно, удивительно на самом деле Купила я их вообще недорого По-моему, где-то 400 рублей за две пачки Еще заказали Вдруг невкусно Здесь 140 грамм Давайте, наверное, начнем с шока ваниль Я так, ребят, соскучилась по видео Где я пробовала вкусняшки Вы бы знали Я так хочу У меня для вас такой есть крутой выпуск И это даже не новинки Еда из магазинов Я вот жду, когда горло придет в норму И я вам все покажу, расскажу Меня оператор на слюни пускает Прикольно Вафли выглядят следующим образом Они вообще для нас нестандартного размера, ребят Посмотрите, да, какие ему липусечки Шок Посмотрите, как там мало ванилы Что будет за дабл шока Я все видео от вас скрывала это Свой чай с имбиром Слушайте, ну это не вау От Орео здесь вообще ничего, кроме цвета Я вообще не чувствую какого-то даже намека на то, что это вафли Орео Если бы мне их дали просто вот на столе Обычные вафли Да, я бы подумала, что просто вафли из пятерочки Да-да-да Черные, знаете, есть пятерочки, черные вафли Даже есть вкуснее вафли обычные Знаете, такой среднячок, который можно, конечно, покушать Но я разочарована По крайней мере, в ванильных вафлях ставлю им 4 из 10 Теперь давайте смотреть, что у нас за дабл Дабл чоку Но они выглядят уже более прилично Почему-то они такие, они погрызанные Пробуем Я поняла, загвоздка в том, что не хватает какого-то вкуса Мне почему-то шоколадные понравились больше Потому что я тут чувствую прям вкус шоколада какого-то Хотя бы, знаете, намек на него Но этот вкус идет именно из начинки А сами вафли, они вообще безвкусные Ну поесть можно, но они фантастика Мы их съедим 100% Мне шоколадные понравились больше Им поставлю 5 из 10, что удивительно Но там вкус действительно как-то более насыщенный И в целом как-то поприятнее все вместе происходит Возможно, в Индонезии откуда эти вафли? Это нормальная тема, у них сладкая и не сладкая Но в целом я вам не рекомендую Короче, я не ограничивалась едой в виде вафель Еще заказала такой необычный Хайнс, прикиньте Он у нас из Германии И он с перцем чили и жареным халапеньо То, что нужно моему раздраженному горлу Слушайте, ну выглядит прям очень хорошо Стоило это в районе 300 рублей Здесь действительно нарисован лук и халапеньо Такая приятная маленькая упаковка Срок годности у него аж до 6 апреля 2024 года Как жаль, что это все не мне Знаете, такого у нас еще в видео не было Я не буду пробовать, ребят, ну может чуть-чуть Если будет не остро, то я попробую Сначала оператор Соседи, если вы это смотрите, спасибо за мясо Очень вкусное, мы до сих пор его едим, слюни пускаем Ой, как пахнет, ребята Пахнет перчиком, лечо и вот халапеньо, наверное Вообще очень люблю халапеньо Где-либо в блюдах Оператор пробует Остро? Приятно Ждем оценки эксперта Остро? Угу Пряно? Угу На уровне с шарачей? Угу Спасибо Охеренно вообще Вкусно, да? Ждет язык Ох Ох Ребят, это очень остро Я прям на кончике языка облизала Это очень остро Я не знаю, как оператор это все съел Ну вот не сильно остро, нормально Для кетчупа это остро Есть острый соус шарачи, который я очень люблю И это реально острее как будто Ну или на одном уровне Следующая покупка Внимание Спасибо за такой чудный пакет Это пудра от Influence Я с уверенностью вам в Зая говорила, что на зоне дешевле Что вы думаете, на зоне она стоит тоже 700 рублей Ну мне пришлось ее покупать, потому что она у меня закончилась Она мне очень нравится Пудра называется Zero Graffiti Это рассыпчатая пудра Асмрчики Да, здесь еще такая пуховка И вот что мы получаем Очень классная пудра Она ложится такой нежной вуалью Мне она очень нравится Поэтому она у меня всегда лежит в косметичке И я не могла допустить такого, что у меня ее не будет Ей я ставлю сразу 10 из 10 И могу вам смело рекомендовать Но имейте в виду, что на зоне, что в Заях стоит она одинаково Я не могла вам не рассказать, какие здесь ноты Просто я все так пропустила А вдруг вы не знаете Это элегантная и сногсшибательная парфюмка Сердце аромата уникальный королевский пион Далее у нас тут сверкающий кассец и роза Насыщенная роза-фукция добавляет аромату непроизойденную грань Создавая яркий и пышный букет Теплоту аромату придает роскошный древесный оттенок В сочетании с слегка уловимым мускусом Ставлю ему 10 из 10 Мне очень понравилось Я вам должна будет сказать И киналочка на сегодня Это топ-средство, я надеюсь Просто посмотрите, какая прикольная упаковка Знаете, похожа на какую-то жидкость из охотников за привидениями Еще с вот этой вот этикеткой, наклейкой Все это вместе, да? Круто смотрится А это у нас средство для нейтрализации любого запаха В том числе запаха домашних животных Мусорных баков Самое главное, эта штука должна убирать запах мочи Мне Озон ее порекомендовал То есть не я ее нашла, а он Нашел меня этот продукт Я это типа использую для того, чтобы убирать всякие загрязнения Именно профессиональными уборщиками Клирингами, да, там прям так написано Используется в клиринге И это все разработано в США А производится у нас в России Состав Неоногенный паф Отдушка, краситель и функциональные добавки Средство легко удалить Самые стойкие запахи В том числе запах мочи, собак и кошек У данного средства просто нереальные какие-то отзывы На зоне там очень много карточек товара На каждый литр своя карточка товара Это к тому, что везде пишут, что она реально помогает И убирает даже запах мочи кошек У меня в детстве были кошки И когда кошка где-то ссала По углам запах стоял на всю квартиру Которую просто нереально было убрать Поэтому, возможно, я сейчас не хочу заводить кошку Потому что они иногда вонючки сильно Но у нас в гостях сейчас Лира И она сыт Поэтому мне пришлось вот это вот заказать Не любит пеленки А сыт она на ковры Вот данный ребенок Да, она у нее переходный возраст Я вам сейчас быстренько расскажу, чтобы вы знали Она выглядит достаточно плохо И у нее действительно были проблемы с шерстью Это связано с несколькими критериями Во-первых, у нее была первая течка Это переходный возраст Как и у девочек, мальчиков в этом возрасте Знаете ли, всякие прыщи лезут У Ли... У Лира не прыщи полезла У нее волосы все, да? Обсыпались Далее у нее как бы подшерсток меняется Уходит вся щенячка И из-за этого она выглядит, ну, реально плохо Мы ходим к грумеру Нам выписали вот масочки всякие Поэтому сейчас она превращается в полноценного Йорка Да, Лир? У нее меняется расцветка Она была все черная Сейчас лапки у нее коричневеют и сереют Вот гел превращается Но сыт по-прежнему, да? Я пивкаю мама Но видите, я оба фала в толы Оба фала все ковлы Я даже дофала на подушку Лира, почему ты разговариваешь как фунтик? Заходите в телеграм-канал Я там рассказала, сколько она весит и все такое Надеюсь, эта штука реально работает Я их купила почему-то три штуки Потому что они были по какой-то нереальной цене По 100 рублей за баночку По 150 И это было выгоднее, чем даже покупать литр А тут, смотрите, и поливилизатор есть Но я и набрала в надежде на то, что это все будет работать Ну что, ребят, на этом все Как говорится, от Ада я вам показала Просто у нас столько тут продуктов было Я вам сразу сказала, что это вау-бомба выпуск Тут и парфюмы Victoria's Secret Извините, простите Tommy Hilfeger Дизель Очень классные вещи Базовая Джой Ло Даже Лира вам показала Вот Лира точно заслуживает лайка, как и я Надеюсь, вам это видео понравилось Так что буду рада, если вы меня поддержите Там лайкосики, комментарии Подпишитесь на телеграм-канал У меня там скоро 85 тысяч подписчиков За что вам огромное спасибо Всех люблю, целую И всем пока Субтитры сделал DimaTorzok